7 сентября прошло первое в новом учебном году заседание ученого совета. Основным вопросом заседания стали итоги образовательной деятельности университета в 2017-2018 учебном году и задачи на 2018-2019 учебный год. С докладом по данному вопросу выступил помощник проректора по учебной работе Олег Кропотин. Прошла горячая дискуссия по вопросам обсуждаемой темы. Принято решение ученого совета. 1 сентября, несмотря на прохладную погоду, на площади у главного корпуса университета прошла торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. На линейку собралось большое количество студентов, преподавателей и сотрудников ВУЗа. С праздником собравшихся поздравил ректор университета Анатолий Косых, депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин, представители правительства Омской области. Прошла церемония вручения символического студенческого билета от студентов старших курсов студентам-первокурсникам. Финалом торжественной линейки стал фейерверк разноцветных шаров, запущенный в голубое сентябрьское небо. Торжественная линейка закончилась, а День Знаний продолжился вручением студенческих билетов студентам-первого курса. В 220-й аудитории восьмого корпуса такая церемония прошла для студентов в ФИТИКС. Перед студентами выступили декан факультета Владимир Макаров. С Днем Знаний поздравил первокурсников и вручил студенческие билеты ветеран факультета, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации профессор Виктор Потапов. В 11 часов в актовом зале университета прошла встреча студентов, преподавателей и сотрудников ВУЗа с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александром Бурковым, который рассказал об этапах своей биографии, прошла интересная дискуссия о проблемах, стоящих перед областью, о проблемах молодежи, вступающих в самостоятельную жизнь. Встреча, на которой можно было не только послушать, но и задать волнующие вопросы. Ректор университета Анатолий Косых поблагодарил временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова за интересную встречу. 14 сентября в зале ученого совета прошло торжественное поздравление студентов ОМГТУ с началом обучения на базовой кафедре ПАО «Газпромнефть» по направлениям ООО «Автоматика-сервис». С поздравлением студентам выступили проректор по учебной работе ОМГТУ Александр Мышлявцев, генеральный директор ООО «Автоматика-сервис» Рустем Муфтеев. На путственные слова студентам прозвучали от зав. кафедры автоматизации робототехника Елены Гебель и заведующей кафедрой «Прикладная математика и фундаментальная информатика» Анны Зыкиной. С зачислением студентов на базовую кафедру поздравил заместитель генерального директора по производству ООО «Автоматика-сервис» Ярослав Казаченко. Прошло вручение свидетельств и подарков студентам ОМГТУ. Встречу завершила общее фото ее участников. 11 сентября 343-й аудитории 6-го корпуса в рамках федеральной программы «Ты предприниматель» прошла встреча представителей областного бизнес-инкубатора со студентами технического университета. Встреча носила информационный характер. Представители бизнес-инкубатора знакомили студентов с положениями федеральной программы, которая работает в 60 городах Российской Федерации. Приглашали студентов на занятия по программе в бизнес-инкубатор, провели онлайн-тестирование по наличию слушателей предпринимательских качеств, а также организовали встречу с действующим предпринимателем. 18-19 сентября в актовом зале университета прошли беседы по профилактике наркоманий и алкоголизма для студентов ОМГТУ с участием специалиста-эксперта управления по наркоконтролю при управлении внутренних дел по Омской области Александра Назарова. Встреча открыла проректор по внеучебной работе и социальным вопросам Ольга Кузнецова. Затем специалист управления остановился на некоторых основных вопросах, связанных с оборотом наркотических средств среди молодежи, а также представил участникам встречи видеофильм по проблеме наркомании. 19 сентября у общежития ОМГТУ номер 6 открылся подготовленный активом Объединенного совета студенческих общежитий студенческий праздник «Политех лучше всех». В начале праздника настроение зрителей и участников конкурсной программы поднимали участники танцевальных коллективов. Затем был дан старт командам на выполнение конкурсных заданий на площадках, которые расположились возле общежитий номер 5, 6 и 7. До наступления сумерок продолжались жаркие конкурсные баталии, а перед подведением итогов праздника прошла студенческая дискотека «Танцуют все». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова